Ну, наверное, на правах того, что я все-таки из этой команды одна девушка, я начну говорить об этой важной теме, как постребованность на рынке труда и перспективы развития. Но вы все знаете, что IT-индустрия, она растет, она развивается, я бы сказала, семимильными шагами. И вот специальность QA растет вместе с ней. И довольно, как бы, очень быстро QA набирает обороты, и с тем растут требования к кандидатам. Когда ты приходишь на работу в джуниор QA, да, ты получил эту позицию, ты очень счастлив, доволен, и ты считаешь, что ты изучил все, все, ты сделал очень много, ты выучил много, теперь ты можешь работать, ты сидишь, тестируешь, работаешь. И потом приходит момент, когда ты понимаешь, о, а мне еще столько всего нужно выучить. То есть чем больше опыта ты приобретаешь, тем больше тебе предстоит понять того, что отрасль тестирования, она очень глубокая. И сколько всего еще нужно изучить, сколько опыта нужно еще приобрести. Конечно же, в сфере QA можно развиваться, можно расти по ступенькам. От джуниора до медла, сеньора, QA-лида. Можно перейти в менеджмент проекта. Но во всяком случае, QA-специалист должен всегда шагать в ногу со временем. Он всегда должен быть гибким, уметь переключиться с одной задачи на другую, уметь переключиться с одного проекта на другой проект. Вот это, наверное, самое важное правило. И вот на мое мнение, ни один проект не может обойтись без manual QA. Что не сказать про автоматизацию? Ну, автоматизация не искоренит QA, но изменит их обязанности и уровень вовлеченности. Так как автоматизация уже все больше и больше покрывает функциональное тестирование. И в будущем функциональные тесты будут чаще всего покрываться автоматизацией. Ну, что, собственно, приведет к тому, что мануальным тестировщикам ничего не останется, кроме как заниматься бизнес-анализом и работой с требованиями. Ну, это твое личное мнение. Я считаю, что мы можем всегда обратиться к статистике и посмотреть, кого же больше, QA automation или QA manual. Это статистика дата арта за 2016 год. И обрати внимание, кого больше. Естественно, manual QA, потому что их аж 109 человек, а automation вастак даже не половина. Ну, хорошо, давай поговорим о перспективе теперь. И если мы говорим о статистике, посмотрим еще одну статистику. Статистику зарплат. Прошу. И у нас есть статистика с доу официального сайта, на котором все заполняют анкеты и указывают свои зарплаты. На самом деле цифры могут отличаться, но это средние цифры. Мы можем брать медиану. Это средняя зарплата, например, Junior QA равняется 400 долларов. Если брать автоматизатора, то здесь мы видим, что уже сходу, с самого старта автоматизация уже перспективнее, чем мануальное тестирование. Но не только, конечно, в цифрах дело. Автоматизация также перспективна в том, что постоянно приходится развиваться и работать с разными технологиями, на разных языках программирования. И накапливать опыт с проекта в проект. Различные подходы, различные фреймворки. И со временем накапливать опыт и показывать намного лучший результат, рост. Если говорить об автоматизации в целом и перспективе, то в дальнейшем тенденция движется к тому, что автоматизация будет все проще. И уже не нужно будет каких-то супертехнических знаний и знания языкового программирования, как это сейчас нужно. Со временем автоматизация упростится. И большинство людей смогут заниматься ей. Если смотреть еще в будущее, например, рассмотрим ситуацию, когда будет искусственный интеллект. Рано или поздно это случится, и автоматизация еще упростится, и еще проще будет этим заниматься. Но я считаю все равно, что всегда будет нужен человек, который разбирается в бизнес-логии. Потому что заказчика не интересует, сколько у вас тестов прошло, сколько упало, что вы там за автомейтили, какое у вас покрытие. Его интересуют его деньги, его прибыль. И если его приложение приносит ему прибыль, он доволен. Поэтому ему всегда будет нужен человек, который разбирается в его бизнес-целях. Отлично. И давайте теперь попробуем. Разобраться в этом. Ну, исходя из того, что случили ребята, действительно, как вы считаете? Вот сейчас вопрос к вам, да, актуальный. У кого перспектив больше? Вот первый вопрос, пожалуйста, пусть поднимут руки сейчас все те, кто считает, что все-таки перспектив по вашему мнению в дальнейшем больше у меню. У тебя аж две подняла, кто еще? Отлично. И хотелось бы, чтобы вы обознавали немножечко свой выбор. Как вы считаете, почему? Поделили свои мнения. Ну, если бы уже были понятны, так, условно, классные. А вот автомэшин назад не вернется. Узконаправленные. Копаются в своем коде, и все, ничего не видят. Вот, согласна. Во всяком случае, два мнения мы уже услышали. И все, мнению в этом. Всегда нужно проверять, что там эти дороги. Вот, да, да, да. Есть и КОА такие, которых нужно перепроверять. Сталкивались. Справедливо. Спасибо за ваши комментарии. Действительно, они очень уместны в данном разрезе. Теперь хотелось бы понять, сколько у нас людей с присутствующей косметикой, которые считают, что все-таки в дальнейшем перспектив больше у автоматизаторов. Пожалуйста, поднимите руки. Так, но видно, конечно, явно, явно видно, что все-таки этих людей больше. На текущий момент хотелось бы узнать, почему вы так считаете. Кто готов поделиться в свое мнение, не стесняется это сделать? Я думаю, что если человек больше технологий ищет, то есть можно инвестирует в технологии, то и на расширение. Если человек больше пайта, то он может поднять пайты, если нравится тот метр, вернее, тот метр. Как помощника. Отлично. Есть у нас еще ровнение? Если у меня это в 2016-м это будет, если это более продолжительный период, то можно будет увидеть, что автоматизатор количество всегда увеличивалось, а вот, мне кажется, это очень много в этом году. Если у тебя я думаю, это будет порядок. Это действительно так, на самом деле, по-части. Давайте не забывать о том, что даже если в данном обсуждении ребятки привели статистику действительно там, даже, во всяком случае, доступ к чему вы имеете, то не факт, говорят, что в других компаниях не по-другому. Ну да. Но тем не менее. Еще мнение есть? Да. Я так, что проголосовал за автоматизаторов, потому что конечной целью любого процесса является автоматизация, что не включение мотивеетов. Поэтому, тем более, если поснимать постаратичные ограничения с развитием технологий, то вообще как бы руки будут больше разглядываться. Но без мануальщиков все-таки, мне кажется, как неотъемлемая часть, и надо это сделать. Спасибо за мнение. Давайте поаплодируемся всем, кто выписал. Ребята, я думаю, что старт достаточно у нас неплохой. Конечно, я не могу не констатировать тот факт, что все-таки после обсуждения первого вопроса нужно отметить, что большинство видят все-таки перспектив у наших автоматизаторов. Либо будет локать, что автоматизаторы первый балл после обсуждения достался вам. Поэтому можете чуть-чуть порадоваться, но посмотрим, изменится ли ситуация после обсуждения следующего вопроса? Да, я предлагаю обсудить такой момент, как плюсы и минусы автоматизации, потому что, когда ты ручной тестировщик, manual QA, будем говорить, ты человек, который, в принципе, разбираешься в большом количестве потоков информации, ты умеешь анализировать, и ты, в принципе, видишь общую картину на проекте. Так, Устин? Да, это так, но автоматизация тоже выполняет очень важные задачи, как одна из них, она позволяет забрать в manual QA всякие нудные, рутинные задачи, чтобы не отвлекать их от анализа и всего остального, и вдобавок он позволяет очень сильный заказчик экономить деньги благодаря этому. Ну, твоя автоматизация может быть невыгодная, когда вы работаете с краткосрочными проектами, а таких очень много. Ну, в данном случае я соглашусь, но при этом, если смотреть на более длительную перспективу, изначальные инвестиции в дальнейшем окупятся слегка, так как позволяют запускать тесты сколько угодно раз в любое время, например, ночью, когда все мои инвестировщики спят. Потому что мы люди и нам нужно спать, как бы, да? Это еще такой тоже очень интересный момент. Ты учти, что в принципе твои тесты, которые ты написал, они очень узконаправленные и они, у них четкие шаги есть, что вы проверяете, это, как правило, какая-то маленькая тамарность в приложении. То есть у твоих тестов нет интуиции. У ручного тестировщика интуиция есть. Он может заметить дефекты, которые расположены по бокам, например. Это будет только до появления искусственного интеллекта. Но на данный момент да, это так. Но тут можно сказать по-другому, что тесты выполняют именно то, для чего они были созданы. И именно так, как это сделал автоматизатор. При этом они не будут допускать ошибки, как человек, прогоняя 20-й раз один и тот же нудный тест. Вдобавок к этому тесты позволяют генерировать отчеты сразу после того, как тестирование было закончено. это очень сильно экономит время и позволяет быстрее получить результаты. Хорошо. Но все проекты, как правило, проекты, они очень динамические единицы, в принципе, в любой компании. Они всегда очень быстро развиваются. И очень много фич, новых основных добавляется. Поэтому здесь, в этом плане, вручной тестировщик, он может очень быстро и качественно проверить эту функциональность и предоставить фидбэк для заказчика. Это очень спорный момент и это открытый для дискуссии, я бы даже сказал, потому что бывают очень разные проекты и функциональность бывает очень разная. И иногда бывает выгоднее все-таки использовать автотесты, чем мейнер тестирование. Но это открытая дискуссия. Я смотрю, открытая дискуссия для вас. Открытая дискуссия, ну давайте тогда подискуссируем. Аудитория, как вы считаете? У кого все-таки плюсов больше? Давайте сейчас поднимут руки те, у кого, кто считает, что все-таки manual QA он намного лучше и как бы он клевее и он такой классный, да? Плюсов нет. Для заказчика, да. для заказчика для заказчика плюсов для заказчика плюсов от manual больше. Мне кажется, я очень очень вопрос. Если я был заказчиком, я бы допустил существование проекта без автоматизирования, но очень знаю, как бы всегда нужно быть. Есть проекты, которые нормально живут только в срочных дискированиях, где нет оптимизации. Но нет проекта, где есть только автоматизация, нет одной лишь новости. Это такой общий, ты взял так очень глобально. А вот есть ли более простые вещи для людей? Пожалуйста. зарплаты зарплаты мы уже видели, понятно кого дешевле купить. Но об этом еще кстати ребята вам об этом потом попозже расскажут по поводу зарплаты заработка денег денег в личном порядке можно будет обсудить этот вопрос. Еще поинты какой поинт самый главный ручного тестировщика перед заказчиком очень главная вещь. Как считаете? Действительно когда ты напишешь тестировщику то проще сделать это очень большое для заказчика. Хорстик обновлений. И еще стоимость бата. То есть бак в институте всегда будет дешевле чем бак найденная автоматизация. Автоматизация ты запишешь ты ее заметишь ну в баке там будет она находиться она найдет какой-то бак сколько на него потрачено что найти а в принципе основная цель этого это предоставить заказчику стоимость бага. Костя наверное прокомментируешь этот момент по поводу бага? Да это опять же зависит от типа тестирования который автоматизирован если мы говорим о той же регрессии то иногда баг может быть найден с помощью автотестов которые уже используются месяцами и годами и тогда стоимость бага может быть очень высокой если допустим это регрессионный баг это тоже такой спорный вопрос у кого еще есть какие мнения по этому поводу? хорошо тогда я думаю чтобы справедливо сейчас выяснить тех людей которые считают что все-таки плюсов больше у автоматизаторов поднимите руки кто так считает кто так считает маловато будет остальные воздержались почему просто мы за автоматизацию потому что если если есть проблемы с у автоматизацией то работа майнерам будет меньше потому что ошибок будет выпускать тест и будет меньше тоже почему возможно даже ну смотрите как ни странно после двух вопросов которые мы уже успели с вами обсудить я могу сразу сказать свидетельствовать в нашем главном докладчике о том что в этот раз победный балл одержали у нас ручные тестировщики все-таки большинство считает что у ручных тестировщиков перспектив точнее ну плюсов перед заказчиком перед заказчиком больше ликуйте вы немножечко давайте поплатим ну в общем-то плавно предлагаем переместиться дальше перейти к обсуждению следующих вопросов ну вот кстати уже наши зрители помогли и сказали что существует множество проектов которые успешно существуют без автоматизации она им просто не нужна все хорошо и так существуют так же как и проекты кстати которые существуют только с автоматизацией у нас есть даже в датарте примеры больших проектов ну нет большой проект его кстати можно разглашать это в МГ он существует только на автоматизации там все населено на то есть там нет мануального тестирования фича выходит ее сразу автоматизируют есть и такие проекты но лично из моего опыта какая ситуация происходит в проектах где есть только мануальные тестировщики рано или поздно когда приложение разрастается регрессия увеличивается и соответственно времени на прохождение регрессии тому количеству людей которые было изначально уже не хватает и происходит такая ситуация что времени не хватает а заказчик не готов выделять бюджет для расширения команды если мы берем автоматизацию то там такой фактор уже исключается потому что автоматизация уже сокращает работу мануальному тестировщику да хорошо ну вот вы пишите тесты да и допустим кто же будет выяснять требования если нет мануальных тестировщиков кто будет этим заниматься никто кроме мануальных ну мануальные тестировщики могут выяснять требования мы также само можем обойтись и без мануальных тестировщиков мы можем напрямую приходить на спринт пленнинги узнавать что что собственно имплементируется в этом спринте и сразу автоматизировать это покрывать автотестами но тут есть такой минус знаешь вот требование может быть действительно, вы можете его узнать, оно замечательно, все вам понятно, все понятно, как делать. Но бывают такие случаи, когда одно требование можно проверить тремя способами. И зная вас автоматизатора, вы обязательно это сделаете самым легким путем. Ну, здесь скорее не легкости, а рациональности. Автоматизация не дешевое удовольствие. И чаще всего автоматизировать все подряд заказчик не выделяет на это средство. И вот как раз таки для этого берутся самые приоритетные тест-кейсы и автоматизируются. Ну, с этим можно поспорить, потому что все-таки кто же будет выбирать эти тест-кейсы? Опять же, вы автоматизаторы должны понимать, анализировать, на это будет уходить время. Как бы тут все достаточно тоже неоднозначно. Да, Алексей? Конечно. Алексей, вот, она требует просто тебя поддерживать. Да, спасибо. Спасибо, Оксана. Спасибо большое. Ты создала меня в располе. Да, мануальные тестировщики, они самые крутые, самые позитивные люди в мире. Поэтому, на самом деле, да, все эти поинты, они имеют смысл вообще в любой принципе ситуации. Но, может быть, тогда компании должны иметь специалистов, которые могут как бы включать в себя функцию и автоматизатора, и также какого-то manual QA, который хорошо разбирается в бизнес-логике, в предметной части приложения, в такой, так называемый, гибрид, универсальный человек. Как ты думаешь? Ну да, это может быть при ограниченном бюджете довольно-таки неплохой вариант. Но тут стоит учесть, что гибриды обычно получаются из ручных тестировщиков, которые решили облегчить себе жизнь и начали изучать автоматизацию. Об этом уже говорил кто-то, и про перспективы. Оно так и есть. Что ты думаешь об этом, Леша? Ну, на самом деле, да, на самом деле ты прав. Может быть, так оно и есть, но на самом деле такой универсальный человек, у него самый, вот я считаю, самый хороший плюс и самая вот такая позитивная сторона, он в принципе ни от кого не зависит. он может понять, где ошибка либо в тесте, в коде, который он написал, или, например, в бизнес-логике приложения, в самой предметной части. Ну да, но на это требуется дополнительное время, которое может быть также подращено на более приоритетные задачи, как бюджетного тестировщика, так и для автоматизации. Хорошо, но ты понимаешь, что в принципе такой человек может сам анализировать там любые новые функциональности, как бы, да, написать на них какой-то код, который проверит это очень быстро. И самое главное, соблюдением какой-то бизнес-логики. Ну да, это так, но при этом код часто, качество кодового кода часто страдает, так как, как уже было сказано, не получается и с ручных тестировщиков. И при этом им приходится тратить время и на изучение ручного тестирования, и на изучение автоматизации. Но, к сожалению, в наших реалиях время у нас ограничено. Количество часов в сутках всего 24. И если изучать и то, и то, то глубокое познание, к сожалению, не будет ни там, ни там. Лёха, ты ещё хочешь быть гибридом? Тут опять такие, смотрите, конечно, всё хорошо, но а давай я подумаю сейчас. Ну, а пока Лёша думает, мы спросим у наших гостей, что они думают по этому поводу. Как вы считаете? Имеют ли право на жизнь такие гибриды или нет? Качество ПО не страдает, если на проекте не будет manual QR. Вот все, кто считает, что это истинное упреждение, пожалуйста, продвинуться прямо сейчас. Можно сказать про это? Да. Это по поводу, ну, если нет мануального тестирования вообще, получается, в проекте нет значительных изменений, я так понимаю. То есть они просто настроены на какое-то плавное развитие. Нет каких-то больших там добавлений функций, ничего. То есть поэтому только в таких проектах может быть manual а не может быть точно мануальной тестирования. Сам в общем всё разработал, сам проект там сойдёт, всё. Ну, где-то эта схема выглядит на самом деле так. И можно добавить о том, что такие проекты где-то есть, где-то тоже … Ну, на автоматизации там автоматизация есть. Там есть какие-то значительные изменения? Да, там каждый релиз, то есть две недели релиз, новые фичи. Как они могут всё проверить? Ну, у них всё покрыто автоматизацией, а новая фича сразу автоматизируется, много очень автоматизаторов. И соответственно регрессия прогоняется, убедиться, что всё старое не поломалось, а за неделю, там за две недели пока пилится, набрасываются тесты, как только напилилась, заканчиваются тесты, сразу прогоняются на новую фичу. Если всё окей, как бы есть сразу результаты и отчетов, вы покрываете всё очень большим количеством автоматизаторов? Ну, там приложение само по себе большое. Там регрессия огромная, там 3000 тест-кейсов, грубо говоря, 1-2 мануальных не хватит. Это, кстати, очень интересный момент, потому что со времен вообще с очень древнего периода вообще очень спорный момент есть, это как проще протестировать функциональность, опять-таки ручным тестировщиком или всё-таки автоматизатором? То есть всё зависит от проекта, как показывает практика в основном. Нет тестировщика вообще. А может быть он гибрид и может делать и то, и другое. На себе не так. Итак, для того, чтобы действительно закрепить, ещё раз немножко повторим, поднимите руки сейчас все техники, что качество пола не пострадает, если на проекте не будет менеджер. Не пострадает. Да, супер. Те, те, что всё-таки качество программного обеспечения не пострадает, если на проекте не будет автоматизатора. То есть без автоматизатора проект может жить. ликуйте. Пока что это паузу. Лёха, наверное, ты правильно сделал, что взял паузу, но подумай. Это стратегический момент. Просто так нельзя. Это зрители оценили. Но тем не менее, давайте попробуем посмотреть, изменится ли ситуация после обсуждения следующего вопроса. Так я смотрю, он только готов уже бороться. У нас там четыре, а здесь пять. Ничего, у нас пять главных вопросов. Просто мы это затерили. Ну, давайте поговорим о вовлеченности в процессы в целом. Может, здесь немножко поинтереснее будет. Если взять вовлеченность в тот же спринт автоматизатора и мануального тестировщика. Если мы берем мануального тестировщика, он вовлечен практически на всех этапах на протяжении спринта. Начиная от планирования, заканчивая смог тестированием после релиза и какими-нибудь отчетами, составлением и высыланием отчетов. При этом вся ответственность за качество продукта тоже ложится на плечи мануального тестировщика. Что делают автоматизаторы? Какая у них роль? У них основная ответственность за то, чтобы тесты проходили стабильно. То, что есть, должно проходить. То есть они должны быть актуальны, они не должны падать просто так. Если они падают, должен ловиться баг. Ну и, конечно же, они должны увеличиться в количестве. То есть покрытие автотестами должно постоянно расти. Да, но в этом случае, смотри, ты говоришь о том, что нам главное, чтобы наши тесты были стабильны, чтобы они не падали и все было круто. Да, но если ваш тест падает по какому-то изменению, ну просто никто не обновил тест-кейс, да? Вы приходите к нам и говорите, обновите тест-кейс и сидите и ждете, пока мы его обновим. Да. И нам за это платят деньги при этом. Но, опять же, нам не нужно ходить и выяснять требования, делать какие-то усилия. Есть мануальные тестировщики, которые придут, все выяснят, нам все принесут и мы будем просто выполнять задачи. Опять же, если мы говорим о вовлеченности, если у нас есть один мануальный тестировщик на проекте и один автоматизатор на проекте, с какой вероятностью, как ты думаешь, дадут отпуск одному автоматизатору либо одному мануальному тестировщику. Ну, тут даже решать нечего. Естественно, вы укатите в отпуск, а мы будем работать. Это естественно. Ну, понимаешь, вы не несете ответственности ни за релиз, как ты уже сказала. То есть, вот, сделай свое дело и гуляй смело, называется. Бага на проде, вы спите спокойно. Никто ни о чем не беспокоится. Так и есть. Сон залог успешной работы. Ну, и здесь можно, по-моему, очевидные итоги подвести. На этой ноте. Вот насколько они будут очевидны, мы сейчас посмотрим. Да. Насколько они очевидны для наших зрителей сегодня. Итак, вовлеченность в проект добавляет больше плюсов для автоматизатора. Все, кто согласен с этим утверждением, вот и литератия. Что все-таки больше плюсов с точки зрения вовлеченности для автоматизатора. Так, 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 есть. Супер. Ну, или же все-таки вовлеченность в проект добавляет больше плюсов для мэл-тастировщиков? Да, я не учусь. Делайте еще. А, ну, держите, держите. На два, на два волоса меньше. Ну, если, если рассказать о том, смотрите, тут, смотря для кого плюсы. Да, да, да. Если плюсы для вас, как для QA, да, то вы будете говорить, что мне круто, вот, автоматизм, сидеть и ничего не делать. А вот, если говорить о заказчике, то заказчик думает, ага, они сидят, ни за что не отвечают. Как бы, тут можно… Регрессию всю покрыли, а вы сидите там, два теста в день проверяете. А у нас две тысячи прошло за час. А еще учитывайте тот момент, что заказчик, да, понимает, за что платить деньги именно девелоперам, которые продукт пишут. А вот теперь подумайте, со стороны заказчика, да, есть какой-то ручной специалист, manual QA, который действительно эксперт в своем деле, он может живой фидбэк предоставить человеку. И автоматизатор, который пишет какие-то странные тесты. Робот. Они какие-то очень короткие. Они какие-то… И вроде упали тесты, а что упали? Ну, сейчас пойду посмотрю. Ждем мануального тестировщика. Чтобы он пришел за лбак на какой-то там упавший. Пошел, разобрался, да. Раб, профессиональный раб. Может, кто-то изменил свое мнение? Да, я смотрю, Анна очень боролась. Она прочитала, видите, точно так же. «Разница» это как раз вот та разница, за которую можно побороться. Побороться, да. Поэтому, но справедливо будет, я думаю, что предоставить еще одну возможность высказаться нашим гостям после приведенных дополнительных аргументов по этому поводу. итак, еще раз, вовлеченность в проект добавляют больше плюсов для автоматизаторов. Все, кто согласен с этим утверждением, поднимайте руки. Вот, теперь активнее, активнее, так. Не опускайте их, пожалуйста, держим, держим, держим. «Рузер 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17». Спасибо. И все-таки те, кто считают, что вовлеченность в проект добавляют больше плюсов для ручных тестировщиков. Пожалуйста, поднимите руки. Так, держим, «Рузер 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17». Озапа! Озапа! Так, «Рузер 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17». Я думаю, что справедливо будет просто после этого вопроса этот балл победы при студии встатки одной, так и другой команды. Вы согласны? Она поймала два вопроса. Все-таки заслуживаю. Но тем не менее, попробуем все-таки узнать, насколько у нас все ясно стало на нашей турнирной таблице. Несмотря на обсуждение, которое происходило, мы видим, что три балла все-таки заработали менуал-тестировщики и два балла автоматизатора, как ни странно. Хотя я утверждена, что, наверное, кто сюда пришедший, все-таки изначально думали, что больше перспектива у автоматизаторов. Но, как показалась сегодняшняя дискуссия, видите, Оксана, все-таки с Лехой аргументы, они действительно были победными. Вот не зря у нас как бы пятый вопрос. Итоговый, да, вот для подведения итогов. Три балла у нас заработали все-таки менуал, и два балла у нас заработали автоматизаторами. Но сложно сказать, действительно, насколько сейчас актуально это голосование среди всех присутствующих. Почему? Потому что, к сожалению, высказывались не всех. Но спасибо тем, кто это делал, да. И я думаю, вы успели заметить, что уже к вот этому последнему решающему для нас вопросу, да, который мы только что решали, все-таки голоса уже так предельно разделились. Наверное, именно поэтому, несмотря на то, что все-таки с отрывом в один балл сегодня в нашей битве где-то все-таки выбрали эту победу ручные тестировщики, я думаю, что абсолютно уместно понимать самое главное, что вот немаловажно, да, следующий пункт, это действительно партнерство. Как для ручных тестировщиков, так и для автоматизаторов. Ребят, я, конечно, понимаю, что сегодня вы отстаивали каждую свою позицию, но хотелось бы вот сейчас, положа руку на сердце, то, что называется, услышать ваше мнение вот именно по этому поводу. Все-таки по поводу партнерства. Нужно ли оно, действительно важно ли оно взаимодействие между автоматизаторами и ручными тестировщиками? Как считаете вы? Я считаю, что специалист и эксперт в любой компании – это тот человек, который находится на своем месте. То есть, если вы разбираетесь в бизнес-анализе и вы получаете кайф от ручного тестирования, то развиваетесь в этом направлении. Но если вы, например, готовы работать в коде и вам интересны более технические моменты, то есть, работайте автоматизаторами. Это самое главное, я считаю. Да, и опять же, независимо от того, какой путь вы выберете, путь ручного тестировщика или путь автоматизации, то самый главный науком остается умение работать в команде, так как только слаженная команда позволяет получить высокое качество продукта. Согласен. Потому что лучше всего все-таки, как показывает практика, когда есть и то, и то. Когда мануальные тестировщики отвечают за требования, выясняют требования, поддерживают тест-кейсы в актуальном состоянии. И тогда автоматизатору остается намного больше времени и возможностей покрывать, и быстрее делать это, покрывать автотестами те тест-кейсы, за которые отвечает мануальный тестировщик, и сокращать работу тестировщика. То есть, работа не хватает. Ты что думаешь, мы так и планировали сделать. Но в действительности иногда и ручным тестировщикам не хватает автоматизаторов. Когда ты понимаешь, что твоя, как Антон сказал, регрессия разрослась просто до вот таких размеров, и ты не успеваешь, а тебе так не хватает этого автоматизированного тестирования, которое бы пробежало все за ночь, ты пришел утречком, и у тебя все хорошо. Но и тогда вот действительно хорошо, когда есть вот такое вот партнерство. Но сегодня мы говорили и о перспективах, и о проблемах, и востребованности. Во всяком случае, хочется как бы это все подытожить и сказать, что перспективы есть у всех. Перспективы есть у QA Manual, потому что вы можете развиваться в направлениях менеджмента. Можете пойти в автоматизацию, как сказали, перспектива одна, пойти в автоматизатор. Нет, она не одна, их много. И автоматизация как бы тут не играет роли. В общем, как менеджмент, как автоматизатор вы тоже можете развиваться в направлении автоматизации. Но хотелось бы сказать, что вы можете сразу развиваться и в том направлении, и в том направлении, И вообще в любом направлении просто главное ваше желание, ваше умение использовать свои возможности, свои способности развиваться и достигать действительно целей того, что вы хотите добиться в этой жизни. Вот так. Аплодисменты. Да, мы озвучивали ребятам основные моменты, по которым нужно поговорить, но я думаю, что каждый из вас сумел заметить, насколько они бегло, а главное искренне, пытались подбирать нужные аргументы и все остальное по данной теме. Поэтому вам, действительно, за искренность, за оперативность, большое спасибо, я думаю, они вас заслушивают. Ваши подписчики. Что касается вас, уважаемые зрители, ну не зря мы говорили о том, что призывали вас к активному участию в нашем обсуждении. Да, я думаю, что будет совершенно справедливо, у нас сегодня 4 человека боролись за то, чтобы все-таки как-то склонить всех присутствующих, либо к автоматизации, либо к ручному тестированию. Но пришли к единому выводу, что и те, и те должны существовать, и очень круто, если они еще при этом очень классно взаимодействовали, да, были в команде. Я думаю, что будет уместно, если каждый из вас выберет, наверное, из тех, кто высказывался для себя, самый близкий аргумент, который звучал, и отметит наших зрителей сегодня на этой встрече за их активность. Поэтому, я не знаю, как вам, я вот могу сразу сказать, у нас есть один человек, который точно сразу в начале нашей встречи озвучил самый главный момент. Он хотя выступал за одних, но он сказал о ком-химии. Без мануальщиков не может быть. Да, без мануальщиков нельзя. Если вы согласны, да, с этим упражнением, поэтому я думаю, что я люблю тебя человеку. Вот это очень классно.